Приветствуем всех садоводов канала Тюнейчи Инфо! В сегодняшней лодистате рассмотрим, почему шелковица цветет, но не плодоносит. Шелковица или тутовое дерево цветет и плодоносит регулярно. Это дерево с раздельно плодными цветами, иногда однодомными, но встречается двудомные. Данные параметры учитываются при посадке шелковицы в открытый грунт. Какие есть особенности выращивания шелковиц? Представляется шелковица в виде дерева или кустарника. На средней полосе популярностью пользуются белая и черная шелковицы. Однако, есть такой чудесный вид, как атласная или кормовая, а в Америке культивируется декоративная шелковица с красной древесиной, не предназначенная для употребления в пищу. Белая шелковица питается шелкопрядов Китая. Этот сорт довольно морозоустойчив, хотя его не так часто выращивают в средней полосе, как черную. Последняя встречается на юге, распространена в основном в Иране. К примеру, для подкормки шелкопрядов такой сорт не предназначен, но для употребления в пищу вполне. Вкусовая палитра ягод у черной шелковицы гораздо богаче. Шелковица это долгожитель, тутовое дерево выращивается на одном месте около 200-300 лет. Обильно плодоносит шелковица начинает с 10-летнего возраста и дает около 100 кг плодов. Почему шелковица цветет, но не плодоносит? Учитывая, что выращивание шелковицы проходило без проблем, шелковица цветет, но не плодоносит, возможно несколько причин. Первое, на что стоит обратить внимание, как шелковица посажена и какая. Двудомная шелковица на участке пышно цветет, благодаря тому, что на дереве только женские цветки или только мужские, но не формирует завязи для плодов. Что делать с двудомной шелковицей? В случае, если попалась двудомная шелковица, нужно посадить к дереву пару. Для начала нужно определить, какие цветки на вашей шелковице, мужские или женские, и посадить для переопыления другой тип дерева. Как вариант, можно посадить дерево, на котором есть оба типа соцветий. Почему шелковица не плодоносит? Проблемы в уходе. Исключая посадку двудомной шелковицы, рассмотрим другие причины, почему она цветет, но не плодоносит. Она не плодоносит, потому что неправильно выбранное место посадки – весенние заморозки. В средней полосе посадку шелковицы проводят на плодородных, дренированных почвах с нейтральной кислотностью и в хорошо освещенных местах. Шелковица должна находиться в тепле, но не под прямыми лучами, в тени стены или оград. Весенние заморозки способны погубить многие посадки. Дерево необходимо мульчировать, защищая корневую систему от промерзания. Возвращаемся к истокам. Причиной, почему шелковица цветет, но не плодоносит, может быть неправильный выбор саженца при посадке. Если заготовка черенка была проведена неправильно, или прививка вовсе не состоялась, есть варианты, как исправить оплошность. Как привить черенок нестандартным способом? Окулировка. Провести в августе с тремя почками и щитками на них с однолетних побегов. Ставить под кору. Ростовые побеги. Побеги длиной 10 см, срезать верхнюю почку с черенка, вести в разрез Т-образный по двое. И радикальный. Покупка нового саженца или несколько сразу с определенным полом. Спасибо, что прослушали сегодняшнюю эту статью. Подписывайтесь на наш канал и обязательно переходите на сайт Тунинерча.Инфо. Вбивайте в поисковики интересующие вас темы или ищите по разделам. Там очень много интересной информации.